В моем понимании, удача – это результат. Не надо говорить «хочу». Потому что «хочу» – это желание, это не намерение. Надо говорить «я добьюсь». В Талмуде написана интересная фраза. «Человек должен жить между кухней и туалетом». Звучит странно. У Всевышнего на просьбу человека всегда есть три ответа. Первое – «да». Второе – «да, но не сейчас». А третье – «нет, я дам тебе что-то лучшее». Когда бываю возле стены плача, всегда кладу записку. Это по своей сути аффирмация. Верите ли вы в астрологию? Существует ли удача? И что такое мозаль в иудаизме? Мозаль – это удача. А что такое удача? Вопрос непростой. Каждый может трактовать его по-своему. В моем понимании, удача – это результат. То есть, когда человек добивается какого-то результата, а каким путем он это добивается, он сказал – удача. Даже, не знаю, какие-то вещи, которые выходят за рамки трудолюбия, упорства, каких-то рабочих моментов. Человек пошел, выиграл в лотерею или в казино, он говорит, что у меня была удача. Но если бы он не пошел в казино или не купил лотерею, удачи бы не было. Поэтому удача – это, скорее всего, успешный результат чего-то. Вот чего каждый может понимать по-своему. Поэтому для того, чтобы удачу как-то привлечь, если это возможно так сказать, я считаю, очень важно правильно себя настроить, правильно поставить себе цель. Слово «правильно» хочу подчеркнуть дважды или трижды. Потому что цель у каждого разная. И когда мы говорим, я хочу добиться того-то и того-то, в этом предложении есть как минимум, ну это с моей точки зрения, две ошибки. Первое – не надо говорить «хочу». Потому что «хочу» – это желание, это не намерение. Надо говорить «я добьюсь». И тогда пространство подстраивается под твое намерение. И когда уверенность поднимается в себе, и пространство отвечает тебе тем же. Желание, оно может сбыться, может не сбыться. А намерение – это очень серьезная энергия. Ты ей сам наполняешься, и пространство тебе этим отвечает. А второе – когда ты хочешь чего-то добиться, нужно ставить не это целью. Нужно ставить целью какое-то событие, которое будет за тем, чего ты хочешь добиться. Потому что психологи говорят, что подсознание, оно блокирует все, что находится за пределами цели, потому что оно трактует это как смерть или как прекращение существования. Поэтому ты говоришь «я хочу добиться, не знаю, хорошей должности, я хочу добиться хорошей работы, я хочу добиться финансового результата». И человек старается, и вроде у него все в порядке, и намерение сформировал, и так далее. Вот он к нему подходит и не добивается, потому что в какой-то момент приходит ограничение. Поэтому надо сказать, смотрите, я надо себе представить, я буду работать, ну кем-то там, не знаю кем. И тогда цель, которая у вас существует, вы должны пройти в своем сознании, пройти в своем представлении. И потом можно трактовать это как удача, можно трактовать это как успех. А что разрушает Мазаль? Как говорят раввины, комментаторы, мудрые люди, для того, чтобы был Мазаль, нужно соблюдать традиции, нужно соблюдать правила, нужно соблюдать какие-то базовые вещи. Потому что если человек сначала там что-то не делает правильно, не соблюдает, как говорится, Всевышний не будет смотреть в его сторону, и тогда будет очень трудно достигнуть успеха или того, чего он хочет. Для того, чтобы Всевышний тебе дал то, что тебе нужно, нужно создать для этого условия. И потом у Всевышнего на просьбу человека всегда есть три ответа. Первое, если человек что-то просит, Всевышний отвечает, первое, да. Второе, он может ответить, да, но не сейчас. А третье, нет, я дам тебе что-то лучшее. Бывает, человек задумал какую-то вещь, попросил Всевышнего, чтобы она исполнилась, и она исполняется в таком виде, в котором человек не ожидает и не может выдержать всего этого. Говорят, как, я вроде бы это получил, но не в том виде, как я хотел. Поэтому нужно правильно это все формулировать. Берегись своих желаний, они могут сбыться. Давайте поговорим о формулировках. Как правильно формулировать свои желания? Женщины хотят замуж. Да. Вот если это одна и та же формулировка, я хочу замуж или я хочу быть счастливой? Потому что можно же выйти так замуж, что ты будешь несчастна. Я могу говорить со стороны мужчины. Мужчина должен сформировать намерение, я создам семью. Я не хочу жениться. Я создам семью. А в это понятие много чего входит. Значит, он принял для себя решение, сформировал намерение, освободил в своем пространстве место для партнера по жизни. Ну, то, что называется жена. И после этого обязательно это место кто-то займет. Точно так и женщина. Хочу замуж. А за кого хочу замуж? А как хочу замуж? Бывает, она так хочет замуж, потом она выходит замуж и думает, «Но я же не этого хотела». Чтобы я посоветовал, я вообще советов давать не люблю. Что знаете, кто спрашивает советы? Советы спрашивает тот, кто знает ответ, но ответ ему не нравится. Поэтому они приходят к каким-то людям, спрашивают советы и хотят переложить даже внутри себя, внутри своего подсознания ответственность за принятие решения на кого-то другого. Поэтому женщинам нужно хотеть стать женой. И тогда у нее появится муж. Не верю в то, что кто-то может сделать человека счастливым. Человек счастливым может сделать только сам себя. И если ищут себе партнера в жизни и так далее, то ищут того, рядом с кем ты можешь стать счастливым. Даже вот формулировка «я не могу без тебя», «я счастлив с тобой», «я, честно говоря, такие слова никогда не произношу». Я могу сказать «я без тебя могу, но не хочу». Или «я счастлив рядом с тобой». Вот эти вещи, они очень важны. И тогда формируется свой собственный мир. И мы идем к самому главному, к чему человек должен прийти, и то, что написано в Торе. Полюби ближнего, как самого себя. И нам кажется иногда, что в этой формулировке, в этой заповеди мы должны искать кого-то, кого мы можем полюбить, как самого себя. Но суть в том, что мы себя не умеем любить. И любовь к себе в том бытовом, вульгарном понятии, которым мы пользуемся в нашем языке или в нашем общении, это любовь, ну, это отрицательное вроде бы такое значение, он себя очень любит. Но он любит не себя, он любит свое эго. И тогда вот человек не очень хорошо себя чувствует и теряет энергию. А настоящая любовь к себе, это любовь к чему-то внутри себя, что нужно найти, определить, осознать, понять, полюбить это. И тогда уже любовь к ближнему, она будет понимать, подразумевать такую вещь интересную. Я в себе люблю то, что есть в тебе. Это часть души, божественности и всего остального. Поэтому об этом можно говорить и говорить. Но я так понимаю, не эта тема нашего разговора. А что такое браха? И чем отличаются браха и мазаль? Браха – это благословение. Есть люди, которые ощущают на себе благословение человека, Всевышнего, жены, мамы, еще кого-то. Они в это верят. И свой мазаль они привязывают к тому, что у них есть благословение. То есть это, скажем, инструмент для того, чтобы достичь удачи, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мире, для того, чтобы иметь уверенность в том, что ты делаешь. В празднике мы идем к цадикам или к уважаемым людям получить браху. Человек, когда именинник, мужчина, когда именинник, он имеет право давать браху. Когда человек выступает, или сандак во время обрезания, все к нему подходят, просят браху. Говорят, что в эти дни, когда у человека день рождения, ну, в еврейский день рождения, когда он выполняет какую-то особую миссию, Всевышний дает ему возможность давать благословение другим людям. Правильно ли я понимаю, что браха и мазаль – это условные синонимы современного слова «быть в потоке»? То есть когда у тебя сопутствует удача, ты чувствуешь вот это сверху благословение, и ты чувствуешь себя в потоке. Как я понимаю, благословение – это что-то такое свыше, сверху. Это какая-то духовная энергия, это какая-то энергия, которая дает тебе силы и возможности что-то делать. Мазаль – это достижение успеха. Вот никто не достигал, а ты достигал. И раньше у тебя не получалось, сейчас получилось. А быть в потоке – это очень серьезная вещь. Это работа над собой. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц настраивает себя на что-то, настраивает себя на результат, на восприятие, на самопознание, на самоидентификацию. В этом есть и общее, и раздельное, я думаю, да. Психология, с Торой иногда или чаще всего очень сильно совпадает. А как понять, что ты в потоке? Смотря на каком уровне вы хотите это определить. Например, на физическом уровне это когда ты находишься в настроении, когда ты находишься в энергии, когда ты находишься в хорошей силе духа. Человек не может этого не ощущать. То есть я в потоке, это значит, мне хочется что-то делать, мне хочется утром вставать и чего-то достигать и так далее. А когда я не в потоке, надо разобраться, почему я не в потоке. И там дальше уже Тора, Талмуд открывает перед тобой ну необозримые какие-то дали. Вот знаете, в Талмуде написана интересная фраза. Человек должен жить между кухней и туалетом. Звучит странно, но если читать просто простой смысл. А на самом деле, если почитать комментаторов и вдуматься в это, человек должен энергетически находиться между наполнением себя и опустошением. И Талмуд дает рекомендации, что если ты чувствуешь себя наполненным злой черной энергией, ты слишком много времени находишься на кухне, поэтому тебе нужно сделать что-то хорошее. Нужно кому-то помочь, нужно поучаствовать в каких-то мероприятиях, нужно отдать часть своего потенциала кому-то. А если, например, ты чувствуешь себя опустошенным, слабым, у тебя нет сил, тебе не хочется просыпаться утром, ты чувствуешь себя уставшим, значит, ты слишком много отдаешь себя кому-то или чему-то. Нужно посмотреть вокруг и уделить время себе, то есть сходить на кухню. Таким образом, ты должен поддерживать этот баланс. Этот баланс это очень важная штука. Энергетический баланс. Есть такое еще понятие, как выпасть из потока. психологи говорят, что как понять, что ты выпал из потока. Если в твоей жизни случаются каких-то, например, три негативных события разных, то это символизирует те, что ты на каком-то не том пути. Как вы понимаете, что вы выпали из потока и что делаете, чтобы вернуться обратно? Ну, во-первых, 90% ответа содержится в вопросе. Если ты веришь в то, что все, что в жизни происходит не случайно, если ты видишь какие-то, ты куда-то спешил, но опоздал на поезд или на самолет, или, например, там куда-то, не знаю, хотел зайти, споткнулся, упал, или поцарапал машину и так далее, если ты воспринимаешь это как знаки, надо понимать, что ты не туда идешь. И куда не туда, но это каждый по себе знает. Как определить, куда идти, никто совета дать не может, потому что мы не знаем, кто куда идет. Это же вопрос принятия решения и выбор направления и так далее, и так далее. Мы же с вами говорили о том, что есть очень тонкая грань между сожалением и сомнениями. То есть вот последнее достижение медицины или психологии говорят о том, что это стресс, это функция разума, когда он не может принять решение. И он подвергает человека в стресс. И это сомнения. И это сомнения, вот они человека гложат, разъедают, забирают его энергию, поэтому нужно принять решение идти вперед. А дальше надо уже попытаться избежать сожалений, потому что не туда пошел. Ну как узнать, что не туда? Многие люди внимательно осматриваются по сторонам и слушают, как с ними разговаривает пространство. Может, такими знаками, может, событиями вокруг, может, разговорами, может, реакциями людей. Так что, если кто-то вот чувствует и осознает о том, что знаки это знаки, это у человека высокая степень неосознанностей. И я не думаю, что он выпал из потока. Он просто, он в потоке, и этот поток говорит ему о том, что он не туда идет. Поэтому этот поток его перенаправляется. Как иудаизм относится к суевериям? И где грань между суеверием и знаком? Ну, смотрите, знак для каждого человека это очевидная вещь, в которой он ее ощущает или видит. По поводу поцарапать машины, опоздать на самолет, такого суеверия же нет. Суеверия это какие-то общепринятые параметры, которые люди передают друг другу и говорят, что это нельзя делать, потому что иудаизм к суевериям относится плохо. И считается, что суеверия это какая-то придуманная людьми штука. Я считаю, суеверия действует только на тех, кто в них верит. Если ты в них веришь, они будут на тебя влиять. Если не веришь, значит, будешь улыбаться и смотреть на всех остальных, кто верит. Как вы относитесь к красной нитью? Красная нить описана в Торе. Это когда берут козла, а за зель написано, когда его берут, привязывают на него эту красную нить, ведут его куда-то в пустыню, к какому-то специальному обрыву, сталкивают его с обрыва, он по дороге разбивается, нить эта разрывается. И таким образом люди свои грехи пытаются переложить на животное, которое приносит жертву. Да, видел я в Иерусалиме, вот здесь сильный плач, люди завязывают эти красные ниточки. Ну, честно говоря, я не знаю, если в это вложить веру, она будет, но хотя, если она там за 10 шекелей купила в магазине моток этих ниток, а потом по 10 шекелей каждому завязывают веревочку, ну, откуда там будет благословение? Это точно так же, как, я не знаю, еще куда-то булавку закалывать или еще что-то делать. Поэтому это все зависит от человека. Если ты в это веришь, оно принесет тебе удачу. Будешь чувствовать, что у тебя какая-то рука поддерживает в потоке. Если не веришь, я не верю, я никогда не завязывал. А записки в стену плача, которые... Кладу. Кладу записки. Как часто? Когда бываю возле стены плача, всегда кладу записку. Всегда кладу. Потому что записка это по своей сути аффирмация. Бывает, человек что-то хочет, и он ощущает свое желание, он ощущает свое намерение, но ты ему дай лист бумаги и ручку, и попроси написать, что он хочет. И человек будет долго сидеть, думать, зачеркивать, рвать бумаги, переписывать. Потому что написать всегда сложнее, чем подумать, и сложнее, чем сказать. Слова, они как-то улетают. И так далее. А когда ты пишешь, ты читаешь, и видишь, что что-то не то написал, может не так. Поэтому записка это очень серьезная формулировка и концентрация энергии в том желании, которое у тебя существует, или просьбы ко Всевышнему. И ты пишешь эту записочку, кладешь ее в стену плача, и веришь, что Всевышний ее прочитает как-то. Записка это нечто среднее, я думаю, между молитвой и медитацией. Если важно писать, важно ли писать свои желания и свои планы, вести дневник, что из этого вы делаете? Ничего. Никогда не вел дневник, слышал о том, что это нужно делать, никогда не встречал людей, которые это делают, потому что это очень личное, я никогда не задавал вопросы, и я думаю, дневник нужно вести тому, кому это нужно. Мне не нужно, поэтому я не веду. А планы? Прописывать и потом зачеркивать или ставить галочки, окей, сделано, сделано, сделано. Нет такого. Такого нет. Все мои планы написаны у меня внутри, и там я уже смотрю, сделано, не сделано. Раз мы заговорили о записках и красной нити, не могу не вспомнить астрологию кабалу. Верите ли вы в астрологию? В астрологию верю. И даже в гороскопы? Отчасти. Не те, которые читают, не которые печатают в газетах, ну там, для всех, а я верю вот в эти натальные карты, верю в предназначение человека. Я не считаю, что это фатализм, если там, допустим, что-то там звезды как-то сказали, то ты уже должен отчаяться или как-то восприятать духом. Но на это можно опираться для того, чтобы каким-то образом выстраивать свою жизнь и менять ее к лучшему. Значит ли то, что судьба предрешена, если верить в астрологию? Я такого никогда не слышал. О том, что судьба подписана и предрешена. Есть какие-то определенные потенциалы у разных людей, связанные с теми созвездиями, в которых они родились, с Луной. я не специалист в составлении этих натальных карт, я не специалист в общении со звездами, но там у меня было несколько случаев в моей жизни, когда я с этим сталкивался, там нигде про судьбу не написано. Там написано про темперамент, написано про общение с другими людьми, каким образом нужно это обращать внимание, как взаимодействовать, как соответствовать. Но про судьбу нет, я такого не слышал. Я этому не верил до определенного события в моей жизни. Я однажды, живя в Лондоне, к нам в общину пригласили каббалиста, который был астролог. Религиозный человек с пейсами, со всеми делами, он нам дал трехдневную лекцию и как-то так простыми словами ему, нам, простым людям, удалось доказать о том, что звезды влияют на жизнь людей, на события, происходящие в мире. Если уметь читать эти сложные вещи, то можно как-то слово предсказать судьбу, я такого не слышал, но по крайней мере увидеть направление, по которому все это идет, это да. У меня интересное наблюдение, что лунный календарь, он совпадает с еврейским календарем. Правильно я понимаю, что вот лунные сутки, вы живете по лунному календарю? Лунный календарь не совпадает с еврейским, а еврейский календарь является лунным календарем. Бывает два вида календаря. Есть солнечный календарь, есть календарь лунный. Солнечный календарь придумали египтяне, и в чем его преимущество и недостатки, он четкий. То есть есть 12 месяцев, есть 24 часа в сутки, но это уже последствия были того. У евреев календарь лунный, и евреи очень трепетно относятся к календарю, потому что луна, она не одинакова, она нестабильна, она все время претерпевает какие-то изменения, да, вот полнолуние, потом уменьшение, потом молодой месяц, и это говорит о том, что твоя жизнь никогда не будет, вот каждый новый день это новый день, какой бы день ты ни прожил, и как бы он тебе не нравился, и как бы ты не был разочарован, и что бы ты не натворил, проснувшись утром, ты можешь начать новый день как новую жизнь. Вот так и каждый месяц начинается по-новому. Мы, когда начинается новый месяц, все евреи благословляют наступление нового месяца. Когда есть полная луна, обязательно нужно выйти на улицу, там втроем специальный обряд называется Беркат Лавана, Лавана это луна на иврите, нужно благословить полную луну, вот, и календарь есть неотлемлемой частью еврейской самоиндификации. Есть такая история, не знаю, сколько она правдива, я о ней в книжке читал, о том, что в России там в 17-18 веке, когда призывали на службу людей на 25 лет в армию, у евреев в еврейских штеттлах, поселках, гетто и так далее тоже была разнарядка. То есть еврейских мальчишек в раннем возрасте брали в армию на 25 лет, назывались они кантонистами, вот, и представляете, что было с человеком, если он выжил, во-первых, эти 25 лет, во-вторых, через 25 лет вернулся в свое общество, он же уже ничего не помнит, он уже, он не соблюдает никаких традиций, кошер, праздники, там еще чего-то и так далее. Но, поскольку в каждом человеке живет ощущение самоидентификации, то была такая история, когда маленький мальчик пришел к своему рэбе и сказал, рэбе, меня завтра забирают на 25 лет. Я не знаю, вернусь я или не вернусь, каким я буду и так далее. Я особо много с собой взять в эту армию вещей не могу, дайте мне совет, какую вещь мне взять с собой для того, чтобы я через эти 25 лет остался евреем. Он сказал, возьми с собой календарь. Субтитры создавал DimaTorzok